Мы сегодня продолжим наши беседы по истории Старообрядческого района Алтайского края. И сегодняшняя тема у нас – история гражданской войны. Татьяна Григорьевна Беликова, местный краевед Солонежинского краеведческого музея, расскажет то, что она за свои годы собрала по этой теме. Ну, по крайней мере, основное. Я думаю, будет интересно. Пожалуйста, Татьяна Григорьевна. Ну, мне хочется, наверное, начать с того, что из рассказов мне досталось наследство, взятие Зимнего дворца даже. Было это так. Братья Черепановы из села Сибиричиха. Вот Севастьян был среди юнкеров, а второй, я его не запамятовала имя, но он должен был брать с большевиками Зимний дворец. И увидел в Бушлате своего брата Севастьяна. Брат крикнул, Севастьян, вскройся, пожалуйста, сейчас тут будет страшная битва, сейчас будет браться Зимний, спасайся, схоронись где-то. Ну, Севастьян даже сумел подбежать к своему брату, они поговорили. И потом начался бой. Севастьян остался жив, хотя он среди юнкеров находился при взятии Зимнего. Потом Севастьян будет учительствовать какое-то время у нас здесь Булатова. У него к моменту, когда он был уже среди юнкеров, были два сына оставлены, они были в Сибиричихе. Но в семью он вернуться не смог, потому что все-таки он был среди белых. Это пятно на нем и оставалось. Затем он, когда учительствует в 20-е годы, это еще была советская власть, которая никого не наказывала вроде бы как. А вот позже, когда уже стали разделять, кто был за белых, кто за красных, он был вынужден уехать за границу. В конце 30-х годов уже приезжали тех, кто был за белых. Я почему фамилию Черепановы называла? Потому что Черепановы у нас были в Сибири и Чехии, это род служителей церкви. С церкви, да, той самой, где до последнего дня молились двуперстием в этой церкви. Это род именно старообрядческий, но сохранили они старую веру. Что потом происходит у нас в районе? Здесь очень еще сложно собрать все ниточки воедино, потому что была Сибиричихинская власть, была Слонежинская власть, была Ануйская власть, была Куиганская власть. Сегодня эти села, которые относились к разным властям, они соединены в Единый Солонежинский район вроде бы. Ну и как мы говорим, Солонежинская земля. Но стряхнуло здесь нас очень, я уже приобщаю себя к тем, именно людям ухожу в прошлое, потому что помнились еще имена, фамилии, помнился, даже сейчас стоит передо мной дедушка, деда Кирилл Новиков. Он очень многое пережил, вот я о нем говорила, что он говорил, что у меня маменька-то из австрийского толка. А его в 19, это же в 17, наверное, лет, да, в 17 лет его забрали в Колчаковскую армию. А потом он будет в Великую Отечественную войну воевать, на фронте. Но мужики, когда фронтовики собирались, и помню, что говорили, ой, этот Беляк-то он тоже идет. Но они как бы с уважением к нему относились, и все просто знали, что он служил в Белой Колчаковской армии когда-то. Что же, ну тут на самом деле происходило еще до того, как появляется в наших горах отряд Петра Федоровича Сухова, то надо сказать, что рассказывали, что было двоевластие. То есть старые управленцы оставались на местах, а как себя проявляла большевистская власть. То есть даже не большевистская, просто стали возникать советы. Да, не знали даже, как... Даже не большевики там были. А большевиками-то стали называть тех, кто вроде бы вот были фронтовики, довернулись. Да, да, да. И они говорили о том, что вот надо другую власть какую-то. А какая она советская власть, они и представить-то ее и не могли. И вот это вот какое-то такое двоевластие это и происходило. И, например, вот отряд Коколина, который сформировался в селе Деми. Давайте Суховский период, конечно, с него начнем, но потом уже пока... Нет, я вот тут еще до Сухова было так. Значит, отряд Плетнева в Шиболино организовался. И они как раз, вот эти мужики, Плетневский отряд, они идут, как раз, когда Чехословакский мятеж начинается, по линии... В мае 18-го года. В мае 18-го года. Они идут и доходят до Биська. Там до Биська, Точильная. И вот рабочие Биськи вместе с ними, с этим отрядом Плетнева, начинают сражаться. А воевать-то они не умеют, рабочие-то. И многие из отряда-то гибнут и машут на это потом рукой. Да как воевать-то за власть-то? Люди-то воевать не умеют, и оружия-то нету. Еще непонятно за что. И за что. И они увидели, что у Чехов, у них много оружия. И бронепоезд даже там подходил, даже где-то легендарно. Да, в Барнауте, да? И поэтому этот отряд будет потом распущен. Вот они разойдутся, этот отряд Плетнева, по деревням, мужики. А когда будет происходить, опять же, набор в Колчаковскую армию, этих мужиков из Плетневского отряда будут выдавать, местные же жители, и их будут либо запорить плетьми, либо голову тут же шашками отрубят. Ну, плетьми убили казаки, махали уже шашками колчаковцы, и тут же могли расстрелять куру-курумцы. То есть, когда отряд Плетнева создается, куру-курумское оправо уже существует в Вололе. Надо объяснить тогда, что такое. То есть, Гуркина. Человек из Гуркина. Да, знаем прекрасное имя. Художник. Да, художник наш, Гурин Волтай, он был за учредительное собрание, и он собирает свой отряд молодых, очень сильных ребят. Это были в основном националисты. Алтайцы. Не надо говорить, что они только были одни алтайцы, да? Там русских было предостаточно. А мы потом коснемся этого. И вот, противостоять вот этому, значит, отряд Плетнева должен был противостоять вот этой куру-курумской уже управе, таким сильным, вооруженным, не смог бы. И они погибнут. И причем погибнут они, значит, еще и за стенках бийской тюрьмы. Их будут вылавливать, и там они погибнут. Ну, значит, давайте тогда начнем с того, что на станции Олеськая под Барнаулом идет формирование отряда Петра Федоровича Сухова. В него вливаются те части, которые оставили город Барнаул. Сам Сухов, да, мы все знаем, что... Татьяна Григорьевна, маленечко не так, можно подправить? Нет, нет, нет. Дело в том, что Суховский отряд вышел из Кемеровской области. Это Кольчугина. Это Кольчугина была. Сейчас это Ленинск-Кузнецкий. То есть они под натиском этих самых белочехов, чехославовских отрядов, они вышли оттуда. А тут, видимо, формировалось в дополнительной. Да, когда уже Барнаул оставляют, оставляют, да, уже невозможно было обороняться. Вот именно отряд Кольчугинских шахтеров назад на свою территорию возвращаться не стал. Тут собралось около двух тысяч на станции Олесикой человек, которые не знали, куда деваться. То есть основное формирование было здесь. И вот принимается решение, что те, кто за советскую власть, будут продвигаться к городу Омск. Ну, и выходить на железную дорогу в том направлении, на север, значит, двигаться. Тут как раз Цаплин-Присягин уходит в разведку. Потом история тоже описывает трагедию. Ну, да, это есть. Это тоже все, это известно уже как бы. Однако вот здесь вот у нас есть карта такая вот маленькая, да. Вот в этом направлении они двигаются. И вот здесь есть Овечкино. Здесь, вот в этой части, возле деревень, простояли они 10 дней. Здесь вроде бы тоже карта показывает, что бой был. Но здесь как раз они захватили очень много в результате этого боя, который выиграли лошадей. Где-то 700 лошадей было захвачено. Поэтому потом будет такой отряд уже кавадирийский, посажен на лошадей. И довольно хорошо будут они вооружены. Здесь же они продовольствие собирают. Собирают продовольствие. И вот тут еще где-то там в селе Травное, а потом уже они у купца конфискуют большой-большой сундук-лящик. И вот сегодняшние искатели, не знаю, то ли приключений, то ли истории какой-то, ищут этот большой-большой сундук. Потому что считают, что там было золото. Ну да, поиски этих драгоценностей, которые были с суховцами, продолжаются до сих пор. Видели, потому что в селе Тележиха, как в дом купца Тоскаева, вот тоже, кстати, на фотографии вот этот двухэтажный дом, он сгорел. Тоже вносили этот сундук 4 человека. То есть сундук был тяжелый. А купец этот, он дал объявление, по-моему, в убийскую газету и в свое волосное о том, что если где-то там появятся документы, подписанные мной, то это захватили, значит, сундук и с моими документами красный отряд. И знали все, что это отряд Сухова. Но в отряде были и, ну вот у нас Сулим, как мы знаем, в ЖСР все-таки. Маленько уточнить. Речь идет об июне-июле 18-го года. Да, это июль и август. И август 18-го года. Три месяца, когда действовал отряд Сухова. Ну, это по новому стилю я как бы лучше буду говорить, а то там разница значительная в старом стиле. И вот, когда узнают, что он занят белыми, как потом рассказывали жители тележихи, они просто-запросто как бы, вот Суховцы общались с жителями тележихи и рассказывали, что была большая карта у командира этого отряда. Значит, и вот мы эту карту, мол, там тоже ребятешками еще видели. И они пошли в Туркестан. Но в Туркестан они пошли горами. Ну, потому что Омск был захвачен уже, и разведка выяснила, что в Омск идти уже нельзя. А Туркестан был красный. Да, Туркестан только там. Советская, там была советская власть. Советская власть только. И поэтому они приходят, знали они или не знали, но что Чирыжская станица, казачья станица, это они знали. Однако же здесь боев никаких-то и не было. А вот что касается еще рассказа уже суховцев. Почему суховцев? Потому что у нас они оставались и жили. Они на территории района жили, суховцы. Которые выжили? Да, конечно. Потому что вот что бы сегодня ни говорили, а было дело так. Как только, значит, вот эти две тысячи собралось, да, узнали, что Омск был занят. И вот на собрании перед всеми командирами было сказано, что если есть у вас возможность спастись, уйти, то уходите к своим родным, домой. Никто вас не держит. И не так же. Да, просто вот здесь в отряде были чехи, венгры, были чехи, да, и венгры, румыны, болгары. И поэтому их жизнь теперь надо было спасать нам, русским, как взяли на себя обязанность командиры отряда. И поэтому мы будем по возможности продвигаться, а вы кто можете, уходите. Вот это тоже было рассказано. У нас Карпова жил, по-моему, Чикишевова фамилия, у нас в Матвеевке жил Суховец. Один венгр, по-моему, будет партизанить с нашими. Об этом тоже в отряде Кокорина будет. Об этом тоже старики будут потом нам передавать рассказы. И вот Чирыжская станица принимает радушно их. Здесь уже уставшие лошади меняются на чирыжских лошадей. Поэтому было так договорено. Чирыжские мужики, так как лето, уборка, они сейчас на подводах раненых довезут до Тележихи, а потом в Тележихе лошадей возьмут Тележихинских, а чирыжские люди с подводами вернутся к себе. Была такая договоренность. Чирыжские же это казаки? Да, да, да. И они тоже сначала помогали суховцам? Так получается? Они помогли суховцам. Но здесь могут сказать, что вот там насильно их забрали и так далее. Кто знает, может быть и насильно. Но они потом из Тележихи поедут домой через Солонешную. Но они не доедут домой через Солонешную. Их отпустит суховца со своими подводами. Они доедут и дальше должны были на Тольменку уезжать, сюда уже, на Малый Бощелак. Нет, этого не случится. Их здесь всех расстреляют с Солонешную. А кто? Сюда уже подоспели казаки Антоневские. Потом еще и подошли, оказывается, все-таки те самые Курукурумцы. Курукурум, да. Оттуда. А фамилия Сатунов. Сатунин. Сатунин. Может, это его люди были уже? Были. Вот, потому что этих Курукурумцев не формировал, а именно настраивал и как бы группировал вокруг себя именно Сатунин. То есть этот человек, который возник где-то в Монголии, бывший штабс-капитан, там, Георгиевский, не кавалера, ну, просто награжденный одним орденом Георгия и Георгиевским оружием. Такой был. Вот. Он со стороны Монголии через Кашагач и вот по этой вот продвигался, вот по тому, что мы называем сегодня трактом, как... Ну, да, чуським трактом. И вот он-то формировал вокруг себя как раз националистов алтайских. И как раз в это время. Я вот все время думаю, не он ли там еще, не его ли уже были люди? Его были. Потому что жестокость, подавление и вот убийство, это похоже как раз на него. Это были его люди. Ну, вот пока они просто еще как бы участвуют вот в преследовании отряда Сухова. Но я, знаете, что еще хочу сказать? Вот я не то, что как бы оправдываю там Сухова, за белый, за красных я нет. Но ведь нам-то рассказывали, как вели себя суховцы. А вот она книга Горька Ановь. Она Василием Шевцовым написала. Вот это интересно как раз. Вот рассказывай, как вели себя те, как вели себя другие. Да. И вот в одном из сел суховцы уже были окружены. И они, чтобы выйти из этого положения, не себя думали, как спасти. А чтобы люди не пострадали в этой деревне, у них стояла вот эта задача. И тогда они говорят, что раз мы окружены, но бой мы в деревне никогда не разожгем. Нам надо уйти из деревни. Мужики, куда нам нужно уйти, чтобы вы не пострадали? И отходят там к какому-то озеру подальше, становятся, потому что вот именно надо было спасти местных жителей. И вот тут местные жители потом отзываются, меняют им лошадей, дают им поесть и сопровождают. А бой был ими выигран. Вот это тоже... Сначала они отбились и пошли дальше. Да, да. Это потом, что было у нас в тележихе. Значит, ну вот как раз Василий Швецов описывает, что командир чубатый, значит, такой стройный, высокий. Видно, что улыбчиво ехал на лошади. Забыла, какая там лошадь была. Но, значит, они даже въехали с песней. С песней въехали в тележиху и подъехали сразу к дому купца Тоскаева. Молодой, симпатичный парень, в общем-то, Сухов. Да, конечно. И занесли они, когда документы расположились, здесь вот добровольно он сдал, недобровольно отдал помещение под штаб. Где-то, значит, в деревне-то разместили они в нескольких местах кухню. Продукты были свои. Вот это было, да. Были свои у них продукты. И еще то, что как бы лазарет там рассматривал, ну, кто-то дал где место, потому что 16 было раненых на подводах. И, правда, у Швецова написано 5 медсестер. Ну, не 5 их было. Я стала, когда заниматься, сколько было расстреляно. Вот здесь у нас Солнцево, значит, это было расстреляно Солонежно. 5 медсестер в тележихе было расстреляно. Не менее 2 женщин было в Топольном расстреляно. А про одну я потом отдельно. У меня уже это вылилось, как бы такой вот рассказ. И вот поэтому, когда стали собирать людей в тележихе, для того только, чтобы сказать, что вот дайте нам проводников, мы сейчас чирыжских проводников отправляем назад с подводами. А сейчас дайте лошадей, проводников, и мы вам из ближайшего села, значит, вернем лошадей, видим, что покос идет. А мужики-то все были на заимках. И за этот день, 2 августа, вот они пришли, никто не собрал лошадей-то, их не было. И на сходе людей-то было тоже мало. Третьего стали собирать уже лошадей. И тут была разведка в сторону Солонежного отправлена. И было уже понятно, что здесь уже есть белогвардейцы и казаки в селе Солонежное. И вот эти подводы-то именно чирыжские-то и были здесь остановлены. Тогда стали смотреть на Колбину, можно, из тележи хим. Немаленькое уточнение, Татьяна Григорьевна. Белогвардейцами назвать вот ту силу, которая подавляла Сухово, вряд ли можно. Хорошо, что не колчаковцами называют. Это были не колчаковцы, это были как раз вот те группировки, которые собрал Сатунин, вместе с националистами, ну и казачьи. И казачество. Вот они говорят. Вот смотрите, когда все-таки еще сюда уже подошли, от Барнаула части уже подтянулись. Сколько-то человек. То есть это уже колчаковцы? Нет, это не колчаковцы, это белогвардейцы все-таки были. Но те, которые были под чехами, они начали вокруг чехов образовываться. Вот эта группа белогвардейцев уже. Уже действительно белогвардейцы, да. Но я никогда, вот я всегда историков исправляю, говорю, да подождите, еще не 19-й год колчака-то нету, подождите. Да, это все-таки позже. Вот, потом они хотели идти на Колбино. Колбино, это сейчас село Искра. Туда была дорога, и с Колбино на Топольное. Суховцы. Суховцы хотели уйти. Однако, тоже были обстреляны. Была разведка обстрелена, и понятно, что надо было занимать уже позиции. Опять же, стал вопрос, а как быть, куда уходить, и что опять с местными жителями. Ну и тут было решено, что давайте все по заимкам расходитесь. Здесь собрание было проведено, но опять же, уже принимается решение, что оставить раненых. Потому что единственное, что было сказано, можно пройти через гору Будачиха. Это та самая высота 1949. А болотистое место, либо там еще Черновое. Уже речь о том, что нести продукты, нести пулеметы, об этом речи быть не могло. Мужики местные сразу сказали. И поэтому, вот начиная с 1986 по 1990 год, расспрашивая по всем деревням, где проходил Сухов, складывается вот такая картина, что да, опять же, значит, они идут пешими через эту Будачиху. Но двумя путями. Все считали, что одной дорогой идут и три проводника. Потом раз называют Фефелова, потом второго Фефелова. Не складывается, как тут нет, нет, нет. Он говорит, так и этот проводник был. То есть было к 6 или 7 даже проводников. Но это было в ночь с 5 на 6 августа. И они уходят через Чилик, а потом Ильинова. Это пока наши села. Но с этой высоты, вот с этой горы Будачихи, потом спускаются голодные, безоружные люди в Топольное. В Топольном все ведут себя по-разному. Вот Антон Логанович Филиппов, он спас именно из отряда Сухового человека. Он был бийский. Он дал ему хлеб, он ушел. И когда Антона Логановича потом в 30-е годы ссылают, он пишет ему письмо. И вот именно этот Суховец заступается за него. И он просто потом на территорию Казахстана, на поселение уезжает. То есть вот такие даже истории. Другой же, значит, под Ваструшку Суховец спустился. Его Архипов по фамилии Плетьми гонит на кладбище. На кладбище уже была выкопана могила. И там расстреливали. И вот там именно рассказывали, что женщины снимали с себя сережки. Кто часы снимал и в народ бросал. И народу доставалось уже теперь ногайками. Били прямо людей и отбирали то, что было брошено в эту толпу. И так было несколько раз. По одному, по два человека, по несколько приводили. Сколько их там похоронено на могилках, такое нам даже неизвестно. Просто тогда же уже были вот эти дружины созданы. И вот изба, именно возле могилок, наверное, далеко находилась. Здесь дружинники, ну милиционеры, мы даже их тогда уже называли, тоже потом находилась. И поэтому люди все это видели. Сколько человек вышло с Будачихи, теперь уже было сложно сказать. Ушли несколько человек. Сибири Чихи были тоже захоронены. Там их настигли казаки. Их там несложно было. Потому что чижижские казачки, они здесь всегда уже дежурили. Почему? Потому что там тоже надо было присматривать за сибири Чихинскими мужиками. Потому что там были, как тогда уже говорили, с фронта вернувшиеся. Все равно большевики уже. Большевичные, да? Большевики, да. И потом Велинова. В Еленова выкапывают могилу, если между Рыбной и Еленова. И вот здесь местных жителей сгоняют. Это были вот прям показательные расстрелы. Мальчика одного бойцы просят не расстреливать. 14 лет ему, наверное. Они его прикрывают с собой. Причем тоже говорили, что требовали, чтобы они на колени встали. На колени не встают, умоляют спасти вот этого мальчика. Но никто его не спасает. И расстреливают. И вот потом вот эти вот обращения с суховцами, они и сыграют, наверное, роль. Во-первых, суховцы, когда уходили из тележи, они все продукты раздали жителям. Они сожгли это оружие, чтобы они так и говорили, чтобы не досталось. Дети же могут взять это оружие и вам. Но зачем оно не нужно? Вот будет костер, будет гореть. И чтобы вас потом не преследовали за это оружие, вот оно уничтожено. Мальчишки в 50-е годы еще рожденные будут играть этим оружием. Вот оно в 14-м году, оно будет вымываться при разливе реки, наводнение большое. Но потом мужики тележи химские, они такие, что они... Ну, говорят, его опять закопали, к тебе в музей даже не повезли. Говорят, мы закопали, опять зачем-то все ворошить старое. А раненые останутся в лазарете, вывешен будет... Вывешена белопростынь с красным крестом. Ну, не тут-то было. Всех их избили, посадили на телеги, кто если не смог. Женщин, вот опять же Швецов пишет, что расстреляли в Березнике. Да, их расстреливали и в Березнике под горкой, но медсестер расстреляли на горе. И еще Березовскую тоже женщину. Ну, за что уж там? Сейчас сложно судить, но были у нее дети. Ну, мало-мало-меньше, точно четверо ребятишек хватались за подок, плакали. Ну, ее оторвали от детей и расстреляли вместе с медсестрами. Поэтому в тележихе на горе, вот, памятник стоит медсестрам, а в третьем ключе раненые суховцы были расстреляны и зарублены там же. А ведь Зануйскую часть тележихи охраняли как раз рота Мадьяр. И они будут тоже похоронены. Похоронены, памятник будет поставлен деревянный. До сегодняшнего дня не знаем, где он находится. Потому что к этому памятнику тропинки не будет. Опять же, наши старообрядцы-то не пойдут к другой национальности поклоняться им в этой могилке. То есть Мадьяры тоже были в отряде сухов? Были, были. И они-то почему не ушли? Тут вот потом мужики-то, дедушка Печенкин, его расспрашивала, он говорил о том, что так они сами сказали, как мы пойдем. Мы ходить по вашим горам не умеем. Мы не умеем ходить. Мы умеем только что из окопов. Вы уходите, мы будем вас защищать. Насколько хватит сил и патронов. И поэтому, ну, говорили, погибнем, погибнем. Нет, нет. Местные жители, тележихинцы, вот, рассказывали, что укрывали они в подвалах, там где-то в подпольях, в погребах. Но если вылавливали, то истязали. И там было расстреляно, там, ну, говорим, 32, там больше было расстреляно. Это 32, только это сразу было расстреляно, вот в третьем ключе. А потом тех, кто выловили, где придется, там, и убивали. То есть вот эта вот знаменитая эпофея с Суховским отрядом, это, скажем, история такая известная в истории гражданской войны. Она разыгралась именно вот в ваших краях, прям на глазах ваших жителей. И вот они полюбили, вот это, ну, как говорят, вот там, ну, они насильно там, они бежали, пусть даже они бежали, но они влюбили в себя местных жителей. То есть вели себя благородно. Да, людей другой веры даже, понимаете, все равно, как бы там ни было, все это произошло. И вот затем... А в контрасте на это пошло вот это вот зверство, дикое зверство. Вот это. Вначале же ворвалась разведка в тележиху, 40 человек где-то разведка тоже. И сразу стали всех, кто попали убить, выяснять, у кого стояли. Они тут же ведь еще и пострадал только один дом от пушки, которая стреляла два раза по тележихе, что было интересно. Тоже, вот я почему части были... Продолжайте, я пока покажу фотографию Сухова. Части были от Барнаула-то подвезены, подошли вместе с пушкой, с вот этой вот. И она один снаряд запустила на Гумно, тоже, я не знаю, коза там заблеяла, куры разлетелись, но даже ничего-то вроде бы не загорелось сильно. Все было погасили. А другой снаряд вообще никакой беды не нанес. А потом, значит, будет уже на пути следование отряда Сухова, Каракул. Опять же, они прекрасно знали, что будет преследоваться их отряд, но они знали, что сейчас на Черное Ной они не пойдут. Им уже в Каракуле было сказано, что их проведут другой дорогой. А там дорога есть, она не всем известна. На сегодняшний день, думаю, что вообще-то они как-то и забывать стали. Это наверх Муту, а сверх Муты можно на Езим. А Езима сегодня и нету. А с Езима на Усть-Кан, вот этой дорогой должны были пойти суховцы. В Каракуле затопили им бани, искали лошадей, опять же уже. Но заслон, который был на Черное, был обстрелян. И вот один раненый боец прискакал, сказал, что уже начинается бой. Мы попали, наверное, может быть, разъезд или разведка там какая-то. И начинается... Ну, боя не было. Суховцы спешки, после бани сразу же они собираются и на лошадей, собранных уже лошадей, садятся. И вот здесь такая была картина, обрисованная жителями, ребятишками, которым было 11-14 лет. Вот так вот. Глядим на этот, который прискакал на коне-то. Он же упал с коня-то. А тут потом еще стрельба-то какая была, еще подвезли троих. Их четверо-то тут лежат. Лежат. Ну, а этот-то он не помер. Его поднимает девушка. Красивая-красивая. Такая голубоглазая. Да беловолосая. Да коса-то прямо расплетается волосики. Да она его к себе прижимает. Уж весь отряд-то туда на муту-то пошел. А она плачет. Ее насильно уже через седло прямо бросили-то. Да поскакал один боец, как бы даже чуть за ним не вернулся. А этих-то бойцов-то, ну, наверное, не сразу погибшие были. Только отряд Сухова-то ушел. И тут подъехали опять казаки. И нас-то не подпустили к этим убитым и к этому раненому-то. Так он, наверное, долго мучился-то. Это уж на третий день только. Когда мы подошли-то, то уж у него черви в животе завелись. Ну, спрашиваем, вы похоронили их? Да под колодой похоронили. Как-то наехали сюда много-много было казаков. И вот опять же, эта деревня у нас была каракул смешана. И старообрядцы, и алтайцы. И вот здесь, вот как бы, опять надо было всех накормить. Вот они рассказывают, что дальше кормили вот этих вот казаков и рукурунцев. Ну, и вот эта моя красивая девушка, значит, уходит, спасается. А здесь же нам бабушки из Еленого Рыбного рассказывают. А мы-то с покоса возвращались. Ну, так отряд-то утром, он где-то прошел-то рано. А мы день-то прокосили, а потом домой-то бежим к Рыбному-то вот сюда. Теперь-то здесь моральник. Передние-то кто побыстрее-то? Что-то девчонки-то наклонились сюда, присели, да сидят. А мы-то подходим, да глядим. Господи, так они что, лежит парень голубоглазый, а чернёхонький-то какой. Да кудри-то прямо у него чёрные. А одна-то вообще прямо его поглаживает, да плачут, причитают они все. Ну, не русский он был. А мы-то подошли, мы постарше были, говорят, девчонки, да вы что делаете-то? Глаза-то ведь надо мёртвому закрыть, ведь он помер же уже. Вот где он помер, тут его и похоронили, потому что тятеньки там сбегали домой, сказали, пришли мужики могилку, его выкопали. Ну, не русский, но обещание понесли, похоронили. Но потом отряд, видите, вот как бы уходит только из Каракола, и тут же сразу появляются другие. А дальше не преследуется до Катанды, до Тюнгура. Вот и всё. Это уже понятно, что это была западня. И даже они опередили, то есть отряд Сухова пока выходит через Езим на Усть-Кан, видимо, всё-таки уже тут горами, туда, до Тюнгура было сообщено, чтобы отряд это попал в засаду. И пока они 10-го, значит, 9-го, 10-го находились вот там, в Катанге, в Тюнгуре, то там уже было, я не знаю, сколько человек, на могиле 144 бойца, в братской могиле под Байдой, Пайду. Спрашивала, как всё это было. Пулемёт стоял на той стороне Катуни, на той стороне даже, представляете. Это его туда переправили, потом протащили, чётко знали уже, где пойдёт отряд. Но там другой-то дороги-то нет. А Сулима отряд прошёл, он не по сюда даже прошёл, немножечко там, чуть-чуть. Сулима это кто у нас? Дмитрий Сулим, это тот самый СССР, который писал своей жене в Барнауле. Она оставалась, Леонора у него, в Барнауле. И вот потом некоторые краеведы мне рассказывали о том, что вот смотри, как только Сулим напишет о том, что был бой, да, ну или там какое-то письмо напишет, тот же отряд окружает. Только Сулим напишет письмо, отряд окружает. И вот, значит, вот смотри, он же был СССР. И говорили о том, что там где-то недалеко от деревни Янюшка отряд Сулима, разведка, 53 человека, тоже попадёт в окружение. Так это или нет, я не знаю. Просто будут мне рассказывать об этом там, что это разведка Сулима погибла. Но, однако же, однако там в 19-м году будут ещё левее какие-то битвы. И поэтому там будет, мол, какой-то остров на Катунии, и вот на этом островочке их всех перережут. Ну, то есть, вот рассказывали события, как сиромаком. Один в один. Прямо вот. Поэтому верить или не верить. Ну, почему там... Там их обложили, их обложили как звери. Там на лошадях-то проехать нереально было. Вот эти вот все алтайцы, которых отпряг этот господин Сатунин, значит, потом... И вот то же самое. Казаки. Да, никто не говорил о том, что... Почему-то никогда об этом не говорили. Все местные, все знают тропы. Им было местным сказано, что этот отряд везёт золото. Это вот... Они скрывали это, потому что... Ну, у них были кое-какие, да. Да. Потому что знали, что золото в Монголию всегда перевозилось. То есть, на самом деле, за поставку вот этого скота... Скота, да. Угу. Постоянно перевозилось золото. Сами они были все проводниками. Останется в живых долгих. Знаменитая личность. Но вот все говорили, что он останется в живых, именно в Катанге укроют. Не в Катанге. Там через Кату была переправа лодочная. И там другое поселение. И два... Вдвоём они, два человека останутся в живых. Мужик их там скроет. Тоже старообрядец местный. И потом он их переправит тоже. Здесь каким образом вот шло ещё... Связь вот такая была в это время налажена. Были, так сказать, заготовители. С тех самых времён ещё, когда на самом деле были... Сколько ты там, Кирьянов, сдашь скота? Вот сейчас в Монголии скот подойдёт. Ты сколько сдашь? Ты сколько сдашь? Сколько там, значит, надо гнать на Енисей? И сколько там, да, Бейска, сколько и так далее. Вот такие вот заготовители были. И под видом вот этих вот людей можно было по деревням пройти как бы незаметно. И вот таким образом и спасались суховцы. И вот моя эта девушка, я её сразу в 86-м году после Каракола не нашла. Наверное, в другом году я нашла её след в Абайе. Бабушка говорит мне, да как же... Расспрашиваю, да как же не видеть-то, твою красавицу, да, видела. Я ж её ведь напоила классом. Она попросила попить-то, а я в это ведро-то стояла с классом. Я выношу, да, из ковшика, ну, с ведра в ковшик, а потом с ковшика в кружечку, да, ей-то подаю. А тут ещё и подъезжает, а я и напугалась, да, как же, вот, столько много-то. Да, так и мы даже этого ведра-то не хватило. Ну, там, не помню, наверное, было, что. И воды потом ещё пили. А я говорю, она улыбалась, да улыбалась, а чё? Думаю, может, кто же у неё погиб-то, может быть, её вот именно любимый там или муж, или кто. И всё. И опять следов нету. Что же, наверное, погибла она, думаю. Нет, жива она у меня осталась. Жива, маленькая избушечка в Катанде, бабушка, значит, расспрашиваю её. Она говорит, да, конечно же, помню, как не помнить-то? Я же хорошо запомнила, ведь мы с мамонькой-то вдвоём были, я ведь как переживала-то. Она к нам пришла после боя-то. Пришла, попросилась остаться, как её оставить-то, никак нельзя. В подполе схоронили её. Ночью мама баню стопила ей. И ночью же она напекла хлеба, выкатала. И котомочку ей снарядила, в бане помыла. И маленько она только тут ночью-то отдохнула. Я говорю, а почему ночью-то всё делать? Только дым-то увидит, сразу придут. Сразу тут нас всех проверяли. И вот она ушла. Она живая осталась. Ну, где она? Что с ней? Беловолосая, голубоглазая девушка из отряда Сухова, не знаю. Но потом у меня ещё в Абайже будут рассказы, что вот Тумановские, ведь они же выдадут Суховцев. Я сразу насторожилась. Моя деревня Туманово. Видимо, кто-то всё-таки из Туманово выдавали. Кто-то скрывал, а кто-то выдал Суховцев. Ну, вот так оно и будет. Когда, в какое время, кто её знает. Да, такая была трагедия, да. Это начало гражданских войн, в принципе, на Горном Алтае. Да. И вот этот знаменитый рейд Сухова, он вошёл в историю. Вошёл в историю. Там есть... Хорошо, что вы собрали вот такие сведения от свидетелей. Действительно. Действительно. Угу. Спасибо.